Атопический дерматит, недуг, который чаще всего начинается в детстве, но продолжается и редуцируется во взрослом возрасте. Здесь важно вовремя обратить внимание на первичные симптомы и обратиться к врачу. Подробнее об атопическом дерматите поговорим с нашей гостьей. Диана Овчинникова, врач-дерматолог-косметолог. У нас сегодня в гостях. Диана, доброе утро. Доброе утро. Давайте разбираться с тем, что это такое атопический дерматит, как проявляется. Атопический дерматит – это заболевание, которое проявляется прежде всего проявлениями на коже. Человека в основном беспокоят зуд, сухость кожи и воспалительная реакция на различные раздражения. Специфические какие-то высыпания? В разном возрасте проявляется по-разному. Как правило, это покраснение кожи и зуд, сухость, которая возникает в разных местах. Например, у маленьких детей грудных – это в основном лоб и щечки. Потом вот это состояние длится до 6 месяцев. С 6 месяцев до 2 лет – это в основном разгибательные поверхности суставов. Коленных, локтевых суставов, к примеру. И уже во взрослом состоянии может проявляться в других областях тела. У подростков, например, очень часто это на сгибательных поверхностях – локти, колени и так далее. Но можно сказать, что позитивным является то, что с возрастом проявления дерматита атопического идут на убыль. Но хочется сказать, что полностью его излечить невозможно. Но к этому заболеванию нужно относиться философски. Как говорят дерматологи, что есть этот образ жизни. То есть, например, сахарный диабет, от которого излечиться невозможно. Но мы все с ними живем, потому что есть очень хорошие компенсирующие средства. То же самое и с атопическим дерматитом. То есть нужно знать, что провоцирует это состояние. К примеру, может провоцировать шерсть животных или просто шерсть. Прикосновение. Прикосновение, да. Вот, например, шерстяные шапки. Вот мама одевает детишкам шерстяные шапки, и у них начинается, опять же, покраснение, начинает чесаться лобик, возникают зудящие такие элементы. Значит, шерсть одевать не нужно. Если есть шерсть животных, нужно очень аккуратно смотреть одежду, чтобы шерсть не попадала на внутреннюю поверхность. И очень хорошо очищать все от этих, так скажем, ворсинок, чтобы и взрослый человек, и ребенок не ощущал дискомфорта. Но часто связывают с различными пищевыми, так скажем, аллергенами, которые человек может съесть. Но здесь нужно четко знать связь. Вот как у меня, например, тоже иногда приходят пациенты, вот ко мне на косметологии говорят, что, вы знаете, вот у меня аллергия на то-то-то-то-то. Была всего лишь раз в жизни, там, предположим, в 5 лет, когда мне было. Я говорю, ну, вы знаете, у вас как таковой реакции на этот продукт нет. Потому что если есть реакция на продукт, когда бы вы его не съели, у вас всегда будет определенная реакция, да, то есть провоцирующий фактор. Вот. Но и провокаций очень много. Вот, например, мы живем в Питере, здесь климат наиболее неблагоприятный для атопиков. Почему? Потому что влажный климат возникает, может возникнуть, опять же, подниться, да, вот, и усилится проявление вот этого драматита. То есть проявлением атопического драматита. Связан он с недостатком белка в коже, который называется филогрин. Он удерживает влагу. Вот. И, соответственно, чтобы поддерживать увлажненность кожи, да, вот, нужен какой-то определенный уход, да. Вот, как правило, люди, которые страдают драматитом, они используют различные эмаленты, да. То есть, вот, эмаленты – это, например, крем, который наносится на кожу, да, он смягчает кожу, он лечит микротрещинки, и, соответственно, он препятствует тому, чтобы влага, она убегала из кожи, уходила из кожи, да, то есть вот таким образом. Если у человека в детстве не проявился дерматит, он во взрослом возрасте может проявиться? Или если в детстве не было, то, в принципе, можно выдыхать спокойно? Ну, вы знаете, бывает обратная ситуация, когда в детстве, например, атопический дерматит, он проявлялся, а потом во взрослом состоянии о нем человек забывает, то есть никогда проявления нет. Ну, здесь где-то 50 на 50 процентов, то есть то, что он исчезнет. Но, как правило, если человек говорит, что, ну, вы знаете, практически эпизодов не было или не было, да, то просто не обращали, может быть, внимания на такие моменты, может быть, там легкие проявления были. Вот, хотя на самом деле здесь это сложно представить, потому что в основном детей и взрослых беспокоит зуд. То есть дети просто расчесывают кожу, да, вот, и появляется, могут появиться изъязвления, присоединится вторичная инфекция, да, то есть возникнуть воспаление на коже очень достаточно сильное. Вот. А есть ли процедуры косметологические, например, которые минимизируют риск вот появления этих самых покраснений, воспалений у атопиков, если вот, не знаю, завтра важное мероприятие? Ну, вы знаете, как я уже сказала, что это образ жизни, и, конечно, нужно постоянно следить за собой. То есть провоцирующих факторов может быть много, да, то есть вот, например, там человек сделал какие-то уходовые процедуры, да, нанёс кремы подходящие, потому что сейчас в состав кремов действительно входит много полезных компонентов, да, которые восстанавливают барьерный слой и препятствуют испарению влаги из кожи. Вот. Это, например, мембранные липиды. Я знаю более того вот производство в Санкт-Петербурге, которое производит замечательные кремы, вот, которые подходят для атопиков, вот, и, соответственно, они уменьшают вот проявление вот этого атопического дерматита. Но так, чтобы подготовиться, ты сегодня, вот, у тебя есть проявление, а завтра ты, вот, выходишь, у тебя всё замечательно вследствие процедуры, конечно, нет. Вот. Это, что касается косметологии, может быть, в основном это всё-таки подбор правильных домашних средств уходов, крема. И регулярный уход. Регулярный, да. К чему может привести такое халатное отношение к дерматиту, да, если человек такой, ой, да ладно, пятна пройдёт, ничего страшного. Ну, халатное отношение может привести к обострению, да, очень серьёзному. То есть, ну, в основном, там, если человек немножечко, так скажем, подзабил на пятнышко, да, он потом вследствие того, что, действительно, беспокоит очень сильный зуд, вот, чрезвычайный, да, то есть это, ну, как бы, зудит больше, чем болит, да, вот, то, соответственно, он всё равно побежит к врачу и будет уже непосредственно использовать те средства, которые назначил доктор. Вот. Вот, к примеру, там уже будут различные, ну, так скажем, стероидные препараты, которые будут наноситься на кожу гормональной для того, чтобы зуд вот этот убрать. То есть там уже прямо лечение? Конечно, лечение, да. Потому что даже если человек может себя контролировать в течение дня, он не сможет контролировать себя ночью, он будет себя всё равно расчёсывать. Да, да, такие мы люди, которые любят себя расчёсывать в ночное время, поверьте мне. Большое спасибо, Диана Вчинникова, врач-дерматолог-косметолог, сегодня помогал нам разобраться с тем, что такое атопический дерматит.